Выход поколения Ampere ждали все. Предыдущий Тьюринг оказался слишком дорогим и совершенно посредственным, а подоспевшие позже карты с припиской Super только больше запутали публику. Все с нетерпением ожидали анонса поколения, которое станет поводом для долгожданного апгрейда с блестящей линейки Pascal. И Ampere при всех слухах, тизерах и ожиданиях обещал стать именно тем, на что так рассчитывали фанаты. Мечтой, которая вот-вот станет реальностью. Для начала напомним технические фишки Ampere. Согласно официальной презентации, которая состоялась 1 сентября, главными особенностями нового поколения стали сильно возросшие цифры CUDA-ядер, более чем в два раза превышающие значение Тьюринг. И новое поколение RT-ядер, с помощью которого Nvidia обещала сократить падение производительности при использовании трассировки лучей. Также особый акцент был сделан на применение технологии мультисемплинга DLSS 2.0, дебют которой в Control и Death Stranding стал настоящим потрясением для большинства игроков. Неудивительно, что именно эта технология выступает одним из ключевых преимуществ решений Nvidia перед видеокартами AMD. При этом у новинок есть и технические недостатки. Производством чипов Ampere на 8-нанометровом техпроцессе занимается компания Samsung, технические решения которой значительно уступают конкурентным предложениям TSMC. 7-нанометровой пластины, которая значительно плотнее в плане бюджета транзисторов на квадратный миллиметр, и предлагают лучшие характеристики производительности на ватт. Использование компромиссного варианта корейской компании привело к тому, что размер чипов оказался довольно велик, а энергопотребление, несмотря на смену техпроцесса, в среднем на 40% превышает значение аналогичного сегмента видеокарт поколения Turing, произведенного на базе 12-нанометрового техпроцесса TSMC. Именно возросшие аппетиты стали причиной появления того необычного высокотехнологичного кулера референсных моделей, призванного сохранить тишину и обеспечить эффективное отведение более чем 300 Вт тепла. Напомним, что RTX 3080 в базовом исполнении без разгона потребляет 320 Вт. А при повышении частот это значение может возрасти до 360 Вт или даже выше. Для юзера это означает лишь одно. Простеньким блоком питания от предыдущей сборки уже не обойтись. Теперь к презентации. В рамках анонса Дженсен Хуанг сделал серьезные заявления, сообщив о двукратном преимуществе новой RTX 3080 над своей предшественницей RTX 2080. Не путать супер. Смазанные графики без упоминания кадров в секунду, а также постоянное подчеркивание 4К, трассировки лучей и технологии DLSS во многом заставили пользователей насторожиться. А что если сырая производительность новинки далека от ожиданий? Многочисленные утечки и ожидания пророчили ампер трехкратный, а то и четырехкратный прирост производительности с трассировкой лучей. А некоторые даже предполагали, что необычная компоновка кулера NVIDIA связана с присутствием на задней стороне платы отдельного RT-чипа, отвечающего за обработку таких инструкций. В этом плане официальная презентация оказалась куда скромнее. 80% прироста в сравнении с 2080. Но даже такой шаг нельзя назвать разочарованием в рамках всего одного поколения. Наконец вишенкой на торте стала цена. Всего 700 долларов за новую флагманскую видеокарту, как сам называл ее Дженсен. Выглядела чуть ли не подарком на фоне тысячи баксов цены 2080 Ti. Но многие люди в индустрии сразу подчеркнули, что первые поставки будут очень скромными, поэтому спешить с выводами не нужно. Кто-то не послушал и ринулся в панике продавать свои карты за бесценок, уповая на удачу. На деле же все оказалось куда хуже, но об этом чуть позже. 16 сентября обзоры RTX 3080 появились в сети. Впечатления от реальных сравнений 3080 против 2080 оказались неоднозначными. С одной стороны, преимущество над картой поколения Тьюринг практически никогда не превышало 50-70%. С другой, благодаря расширенному до 10 гигабайт буферу видеопамяти, новинка получила возможность блеснуть более существенным приростом в 4К. Помните официальную презентацию NVIDIA, где в Doom Eternal новинка отрывалась от предшественницы аж на 60 FPS? Выяснилось, что выбор этой игры был не случайен. При использовании пресета графика Ultra Nightmare в 4К-разрешении игра потребляет ровно 10 гигабайт видеопамяти, из-за чего RTX 2080 с 8 гигабайтами на борту испытывают острую нехватку буфера, позволяя RTX 3080 без труда показать колоссальный прирост в более чем 100%. К несчастью для будущих владельцев, эта игра оказалась единственным исключением. Неизбежное сравнение с 2080 Ti показалось, что карта всего на 25-30% быстрее прошлого флагмана, что стало еще одним поводом для жесткой критики. Сырой 50% прирост на фоне прошлого лидера позволил бы задать совершенно новую планку производительности, недостижимую для AMD. Однако теперь загадочные карты на базе RDNA 2 получили возможность навязать серьезную конкуренцию серии Ampere. Но куда большей неожиданностью стали результаты тестирования RTX 3080 в играх с поддержкой RTX и DLSS 2.0. Оказалось, что Ampere практически не получила прироста эффективности в работе алгоритмов трассировки лучей по сравнению с первым поколением RT-ядер в Тьюринг. Новинки в среднем были быстрее в работе со сложными эффектами и освещением всего на 20%, а в ряде случаев цифры были даже ниже этих значений. Во многом разница в общем FPS здесь достигается не благодаря продвинутым RT-ядрам нового поколения, а за счет банального повышения общей сырой производительности видеокарты. Это логично. Но где же обещанный на презентации 80%? Даже в сравнении с 20-80% разница чаще всего лежала все в той же плоскости 50-70%. Digital Foundry, как вы могли? Многие возразят, сказав, «Да черт с ним, посмотрите на цену! Мы платим куда меньше, а получаем на 30% больше, чем раньше!» Но так ли это? Здесь все куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд. После старта продаж 17 сентября все RTX 3080 были разобраны за считанные минуты. И уже в скором времени на eBay стали появляться очень выгодные предложения по покупке предзаказа, ставки на которые иногда превышали реальную стоимость новинки в десятки раз. NVIDIA довольно быстро оказалась неспособна принимать предварительные заказы. Карт просто не было в наличии. Партнерские решения точно так же разлетелись чуть ли не мгновенно. Кое-где появлялись отдельные экземпляры карт, но цены на них были тоже существенно выше нормы. В России RTX 3080 тоже появилась и стоила по 85 тысяч рублей при рекомендованной цене в 63 490 рублей. Встречались и более доступные модели, но и они предусматривали наценку в 15 тысяч рублей или выше. Кто-то уже советовал присмотреться ко всем известному немецкому магазину в желании купить заветную карту, но не обольщайтесь. Несмотря на вкусные цены, их, как и везде, до сих пор нет в наличии. Что можно сказать об этом релизе? Дженсен Хуанг, как и всегда, заставил тысячи людей ахнуть и бежать в магазины, занимая очередь и перепродавая предзаказы за бешеные деньги. RTX 3080 оказалась далеко не такой производительной, как все ожидали. Трассировка лучей все еще превращает 100 фпс в 50. А очень приятная цена так же далека от реальности, как второй чип на обратной стороне платы. К счастью, когда-нибудь все образуется, и мы надеемся, что еще к черной пятнице магазины пополнят свои складские запасы и предложат оголодавшим ПК-боярам долгожданные новинки поколения Ампер. Но если нет, всегда будет возможность купить Бигнави. А на этом все. Не ведитесь на громкие обещания, не верьте в красивый маркетинг и никогда не продавайте железо за бесценок из-за красивых заявлений. С вами был Хаус оф НХТАЙ. Всего хорошего и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok